Конькобежный спорт – одна из самых популярных зимних дисциплин в мире. Для Приморья же это пока, можно сказать, новинка. Скоростной бег на коньках стал развиваться здесь не более 10 лет назад. С того времени этот вид спорта закрепился лишь в нескольких муниципалитетах, где есть площадки для проведения тренировок. Новая страница в истории приморской конькобежки – появление целой федерации в соседнем Артеме. Когда еще не была открыта ледовая арена, она была у нас закрыта на лето. Мы делали сухие тренировки и недавно у нас открыли ледовый, мы вышли всеми детьми на лед. У некоторых детей был опыт, они катались на фетисов арене, но многим как бы неудобно туда ездить, поэтому было принято решение, что хотелось бы, точнее, открыть отделение шорт-трека в городе Артеме. Значимое событие решили отметить целым фестивалем конькобежного спорта. В нем приняли участие спортсмены из Кавалерова, Владивостока, Уссурийска и, конечно же, новоиспеченная команда из Артема. Новички смогли даже закатиться на пьедестал. Вообще я как бы не занимаюсь этим спортом. Нас в школе пригласили так поучаствовать. Мне стало интересно, как это будет. Я решила поучаствовать и заняла третье место. Я доволен нормально, у меня третье место. Главное не победа, главное участие. Чисто шорт-треком сегодня в крае профессионально занимается не более ста человек. Но даже среди них уже находятся свои мастера. Чего стоит только успешное выступление нашей молодежи на международных соревнованиях «Дети Азии». Отличились приморцы и на первенстве России. В этом году уссуриец увез оттуда золото. К слову, уссурийский конькобежный спорт – самый многочисленный и успешный в Приморье. Руководители и тренеры хотят, чтобы такие результаты были во всем регионе. Развивается шорт-трек в городе Владивосток, Уссурийск и Кавалерова. Кавалерова детям приходится наиболее сложно тренироваться, так как Ледовая арена находится в городе Чуев, в селе Чугуевка. Это 90-100 километров поселка Кавалерова. Я думаю, что при поддержке администрации края смогут решаться проблемы. Набор в группы шорт-трека сегодня ведется от пяти лет. Тренеры говорят, что именно с такого возраста есть шанс вырастить в крае мощных спортсменов, готовых составить конкуренцию как в России, так и на международной арене. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.